спасибо большое да мы поговорим про снаряжение я бы хотела узнать у вас на каком языке будем с вами разговаривать все катаются на горных лыжах я так понимаю давненько есть начинающие поднимите пожалуйста руки а у всех лыжи есть есть люди которые будут только покупать свою первую это правильно ясно супер тогда собственно у нас все по плану мы сегодня ну собственно горнолыжное снаряжение она представлена софтом или одеждой аксессуарами термобельем какими-то утепляющими слоями и хардом это горные лыжи ботинки палки крепления маски шлемы и так далее ну и собственность мы сегодня проговорим про хард для чего мы в принципе все катаемся на горных лыжах чтобы получать массу удовольствия то что нам недоступно в городе это свежий снег ветер солнце кучу ультрафиолета куча эмоций людей все здорово мы катаемся чтобы получать удовольствие и для того чтобы получить максимум возможного удовольствия от нашего катания нужно грамотно подобрать снаряжение вот этим мы сегодня будем заниматься наверное у меня лекция будет немного необычно построена потому что я предлагаю опираться на три основных параметра при подборе горнолыжного снаряжения их для себя назвала три кита и ну собственно они создают основу это наши базовые физические параметры то есть какие мы рост вес наши какие-то особенности уровень катания это начинаем мы продолжаем на экспертном уровне катаемся может быть кто-то спортсмен вот и соответственно задачи которые мы решаем на склоне это либо база это либо трассовое катание либо мы приезжаем с утра чтобы очень быстро и классно с душой раздать по вельвету по жесткому вот возможно у кого-то это скитур кто-то возможно в парке катается с трамплинов крутит трюки это все определяет то каким будет наше снаряжение от самых первых каких-то элементов и заканчивая всеми последующими и против привычки опять-таки я хочу начать с горнолыжных ботинок собственно горнолыжные ботинки это основа основ нашего катания от него от него от них зависит все удовольствие практически процентов 80 от нашего катания которые мы будем получать и соответственно они также должны отвечать нашим задачам соответствовать уровню катания и соответствовать нашим физическим параметрам задачи катания если мы только осваиваем базовую технику то это будут трассовые универсальные ботинки они не будут обладать супер жесткостью они не будут обладать какими-то специфическими наворотами типа переключалок ходьбы катания типа узкой колодки серьезный вот если это скоростное катание по трассе по идеальному вельвету опять-таки то соответственно наоборот это будет плотная посадка коллеги пришли поддержать это приятно это будет узкая колодка это будет большая жесткость и это собственно справедливо как для мужчин так и для женщины даже для детей то есть как только мы прогрессируем у нас увеличивается необходимость точного маневрирования соответственно более точный трансфер энергии от тела на канты лыж нам нужен если это фрирайд то это совсем другие ботинки потому что они в зависимости от того какой вид фрирайда мы исповедуем это либо 50 на 50 ски туром или это какой-то прям супер лютый фрирайд это будут либо жесткие ботинки очень жесткие либо это будут облегченные ботинки которые позволяют ходить на кому сах в том числе вот ну и соответственно спортивное катание это совсем другая история это супер узкие колодки супер большая жесткость и наверное самые непривычные ощущения которые может испытывать лыжник соответственно в горнолыжных ботинках наш уровень катания новичок средний продвинутый эксперт или спортсмен новичкам как правило требуется меньшая жесткость и меньше дискомфорт ботинка потому что если сразу новичка заковать супер супер плотную посадку это будет не удовольствие о страдании и можно так отбить полностью все желание кататься если у нас средний уровень катания то соответственно мы выбираем большую жесткость при равном весе и более плотную посадку спортсмены опять-таки выбирают себе самую самую лютую жесть очень узкие колодки самое важное что нас интересует при подборе ботинок это наши физические параметры первонаперво это вес он определяет жесткость тут все очень просто собственно от того какой у нас навык катания мы выбираем жесткость ботинок совсем детские это 1070 но они больше определяются возрастом ребенка его массой но не уровнем катания подростковые от 60 до 110 60 это самые базовые подростковые ботинки 110 это такие переходные уже ко взрослым спортивным женские также для легких девушек от 60 до 120 120 для суровых барышень которые раздают на уровне с мужчинами и мужские от 80 для легких мужчин до 170 для крупных и спортивно катающихся мужчин и вот тут вот еще интереснее нам становится мы всегда выбираем ботинки исходя из особенностей нашей ступни стопы меня поправляли на ю тубе из особенностей нашей стопы она должна быть ботинки должны ровно соответствовать по размеру размер мы измеряем в сантиметрах мы также измеряем ширину стопы в сантиметрах но получается что в миллиметрах и мы учитываем анатомические особенности эти три параметра отвечают обеспечивают как бы нам понимание той колодки которая нам требуется что приятно у каждого производителя есть колодки которые ориентированы на разные типы ног узкие средние широкие вот и соответственно мы из этого можем выбирать на каждую ногу более того если нету никаких специфических особенностей находится 3-4 пары 3-4 модели ботинок которые могут подойти в большей или меньшей степени ну и соответственно нам нужно определиться какой у нас размер ноги это очень важно что ботинки мы выбираем ровно в размер потому что в противном случае есть маленький нюанс он очень важный конструкция ботинка подразумевает внешний жесткий пластик и внутренний мягкий достаточно внутренник и если мы подбираем ботинки так чтобы они сидели комфортно уже непосредственно в магазине мы очень сильно рискуем получить полнейший дискомфорт в процессе катания потому что это связано со свойством внутреннего ботинка который уминается в процессе катания за первые несколько дней катания это от 5 до 15 дней мы получаем гораздо более свободную посадку это что процессе примерки в магазине будет сидеть комфортно в процессе катания станет просто такой таким как это профессионалы называют профессиональный сленг ведром вот а нога останется карандашом в стакане и соответственно будет болтаться это может привести к очень неприятным последствиям таким как например во первых отсутствие контроля над лыжей потому что нога внутри люфтит ботинок не обеспечивает корректный трансфер энергии на конты лыж это вплоть до того что ну в принципе небезопасно то есть вы не управляете лыжами можете влететь куда-то в не дай бог в людей лучше если куда-то в сетку в оградительные мероприятия но все равно это неприятно так что лучше когда колодка сидит довольно плотно вот другой момент это сбитые пальцы потому что нога скользит внутри ботинка упирается в пластик ботинка пальцы сбиваются ногти сходят приятного тоже мало ну и третий момент самая распространенная проблема новичков то что у них мерзнут ноги это связано с тем что ботинки либо длинные либо широкие либо и то и другое сразу и ну вот вы как раз первые 15 дней откатались ботинок отформовался по вашей ноге и вы начинаете его люто перетягивать чтобы у вас хоть как-то нога зафиксировалась поскольку конструкция ботинка она предполагает что вы затягиваете ботинок на первую максимум на вторую часть гребенки его архитектура если вы начинаете его сильно затягивать она ломается она ломается внутрь у нас здесь на ступне проходят кровеносные сосуды которые питают ногу как только мы ломаем архитектуру ботинка они они начинают давить нам вот эти сосуды кровоток нарушается нога мерзнет мы страдаем и не получаем удовольствие не надо так вот ну и соответственно вот выбираем размер в размер анатомические особенности тоже очень важная история это подъем высота подъема высоту подъема очень важно учитывать ее не сразу понимаешь то есть бывают такие ситуации когда вроде примеряешь ботинок в магазине все супер хорошо надеваете начинает начинаете кататься начинает сводить ногу свод стопы и совершенно непонятно что случилось почему так происходит оказывается что верхний пластик давит в подъем если он выше вот и происходят такие дискомфортные ощущения опять-таки связано с кровеносными сосудами которые питают ногу парам парам по если подъем меньше чем предполагается колодка будущего ботинка то это тоже не особо приятная история потому что ботинок может начать болтаться то есть пятка не будет садиться плотно не будет фиксироваться с помощью вот этих вот клипс которые держат вашу ногу вот вы болтаетесь опять-таки не контролируете процесса если есть какие-то анатомические особенности врожденные или приобретенные типа плоскостопия разных степеней пронации переломов вальгусных деформаций ног у нас есть спасительный бутфитинг мастер бутфитинга это человек который колдует над вашими ботинками если что-то пошло не так он может вытянуть ботинок он может вытачивать ботинок это зависит от того какие технологии применяются при создании конкретной модели он может запекать внутренний ботинок сапожок также создаются индивидуальные стельки анатомически я кстати рекомендую их всем потому что у нас ноги относительно друг друга разные для того чтобы получить ой относительно относительно ровное чтобы ноги стояли ровно относительно друг друга чтобы управление лыжами было более точным это must have в общем-то для всех и для тех у кого все ок с ногами и для тех у кого тем более есть какие-то особенности кантинг это регулировка угла наглона манжеты относительно вот этой оси то есть у кого-то есть особенность это x или o образные ноги в этом нету ничего плохого но может физически просто манжета натирать при таких особенностях для того чтобы этого не было мы регулируем кантинг и получаем комфортное катание с чем не работает бутфитинг если мы зашли в магазин и сказали хочу красненькие или там хочу например какой-то конкретный бренд случайно вышло что лыжи появились первыми допустим это хэд хочу бренд хэд такие же ботинки ну так чтобы в мазь было все красиво не работает но то есть они вам случайно могут подойти но если они не подошли и если они велики или широки бутфитер с этим к сожалению ничего не сделает потому что нету технологии которая отщипывает пластик и выкидывает его мы его можем только раздуть и сделать больше ну собственно как я сказала до давит или болтается в области подъема это связано с тем что классическая конструкция ботинка предполагает два пласта которые налегают один на другой для того чтобы нам вытянуть пластик нам необходимо цельная поверхность противном случае мы просто его не вытянем ну и соответственно да слишком широкая слишком узкая манжета если у нас икроножная мышца развитая то нам соответственно нужна широкая манжета если у нас тонкая икроножная мышца мы соответственно выбираем узкую манжету если мы не сможем застегивать просто физически ботинок потому что он слишком широкий это тоже никакого удовольствия от катания Горные лыжи – самое вкусное и самое интересное И, собственно, здесь мы также опираемся на три наших кита по подбору снаряжения Это ваши задачи, ваш уровень катания и ваши физические параметры Ну, соответственно, здесь все то же самое То есть это либо вельвет, либо скитур Вам главное для себя понять, что вам нужно от снаряжения И уже исходя из этого, вы выбираете из всего многообразия, которое представлено в магазине Уровень катания, здесь тоже ничего не поменялось, новых уровней не появилось И физические параметры, здесь мы опираемся на немного другие вещи Это рост в первую очередь, вес также очень важен Физическая подготовка, амбиции к развитию навыков катания не являются физическим параметром Однако они также влияют на ваш итоговый выбор И, соответственно, вот эти все параметры определяют то, какими будут ваши будущие лыжи У нас у лыж, соответственно, тоже есть свои параметры Это начинка, жесткость, геометрия, профиль и будущая ростовка ваших лыж Как мне показалось, это основа, которая есть Поехали, разберемся с начинкой Начинка — это древесина и всевозможные усиления Древесина в лыжах представлена — это ясень, тополь — это в жестких, серьезных лыжах Бук также, береза используется, она чуть полегче, чем тополь Но имеет такие же характеристики по динамике Соответственно, из-за того, что она легче и сложнее добывается, она дороже Коруба Павлония используется во фрирайдных и скитурных лыжах И бальза, она самая легкая и самая дорогая Используется в самых суперкрутых скитурных, суперлегких лыжах Усиление призвано для того, чтобы обеспечить достаточную жесткость Торсионную или продольную Продольную — это не очень приятно, дальше разберемся с этим Важно обеспечить торсионную жесткость, которая отвечает за сцепление За вашу устойчивость в поворотах И при этом не нагрузить лыжи весом Для этого используется стекловолокно, карбон, базальт Некоторые бренды, например, Solomon используют лен в своих моделях Бамбуковые стрингера также используются И самая распространенная история — это титанал Титанал может быть представлен в виде Минимальное — это легкое усиление в один слой под грузовой площадкой Оно в большей степени сделано для того, чтобы у вас было сцепление ровно под ногами Плюс для того, чтобы ваши крепления были зафиксированы более надежно И в максимальном варианте — это лыжи спортсменов Два слоя сверху и снизу от сердечника С максимальной толщиной в миллиметр Да, два слоя титанала шириной и толщиной в миллиметр Это очень, во-первых, жестко, во-вторых, тяжело Ну и, соответственно, динамика особенная Жесткость лыж торсионная и продольная жесткость Торсионная — это жесткость лыж на скручивании То, собственно, о чем я только что сказала Эта жесткость обеспечивает наши стабильные перекантовки Создает сцепление с жесткими покрытиями То есть на льду мы можем устоять благодаря как раз торсионной жесткости Именно эта жесткость обеспечивает наш контроль на больших скоростях Ну, соответственно, это вот наш контроль, по сути говоря Продольная жесткость определяет требовательность лыж к загрузке и контролю Ну, то есть чем жестче лыжа продольна, тем больше, грубо говоря, вам нужно ее давить Ну и, соответственно, вместе с торсионной жесткостью создает устойчивость лыж Геометрия лыж Это такой абсолютно видимый параметр Он определяет, во-первых, назначение ваших лыж Если у вас супер узкие лыжи от 65 мм талии, то это трасса Если у вас широкие лыжи 120 мм, то это фрирайд, очевидно Также оно определяет радиус поворотов, с которыми вы будете кататься Они будут либо короткие от 11,5, даже от 10 метров Детские совсем коротенькие повороты И, соответственно, в спортивных сложных лыжах это до 50 метров и больше Во фрирайдных лыжах это порядка 30 метров радиус поворота Тут еще важный момент, что лыжи с узкой талией, как правило, обладают более коротким поворотом Лыжи с широкой талией, как правило, обладают более длинным радиусом поворота Профиль лыж обеспечивает ваше тоже сцепление И, по сути, это, грубо говоря, подвеска ваших лыж Профиль лыж Классический стандартный прогиб Знаете, как он выглядит? Супер Это называется кембер Им оснащены спортивные трассовые лыжи И такие лыжи обладают минимальным подъемом носка в передней части Которые, собственно, отвечают за то, что вы спокойно входите в поворот Трассовые и внетрассовые универсалы Это кембер посередине и легкий рокер спереди Он может быть больше или меньше в зависимости от того, какое итоговое назначение имеет лыжа Как правило, чем шире лыжи, тем больше ее рокер Для того, чтобы она имела более вездеходные характеристики Парковые лыжи или твинтип Они имеют рокер спереди и рокер сзади Это необходимо для того, чтобы спортсмены могли заходить на трюк из свеча из задней стойки И приземляться, соответственно, в свеч и не падать, спокойно уезжать в свои трюки Фрирайд и скитур имеют большой рокер спереди Это связано с тем, что мы преодолеваем большие массы снега И нам необходимо в них выезжать Рокер позволяет это делать беспрепятственно Твинтипы фрирайдные Это, собственно, та же история, что и обычный фрирайд Но только с двумя рокерами и спереди, и сзади Это для совсем отвязанных ребят, которые вылетают с трамплина, крутят трюки во фрирайде И приземляются в глубочайший снег, в свеч или из свеча Ну, в общем, супер вещь И фрирайдный пухажер — это полный рокер Он выглядит вот так Да, это если вы, например, стартуете из вертолета И отправляетесь вот в такой вот снег Тогда вам нужен фрирайдный пухажер с таким фулл рокером Ростовка лыж есть В зависимости от того, какой профиль ваших лыж То есть если это полный кембер, у вас максимальная длина соприкосновения лыж с поверхностью снега В таком случае мы выбираем ростовку минус 10-15 см от роста Это при прочих равных, что лыжа нам подобрана подходящая По уровню новичковые, средние или продвинутые, или экспертные Трассовые универсалы в зависимости от того, какой, насколько выраженный у них рокер Они выбираются минус 10-15 от роста Парковые твинтипы — это вообще отдельные стихи То есть базово можно выбирать их минус 5 от роста И можно глубоко в космос на них улетать на очень больших ростовках Фрирайд с передним рокером — это либо 0, либо плюс 10 к росту Но это тоже все довольно условно То есть это какая-то базовая формула, которая, как правило, соблюдается Но если вы знаете, что вам нужно, вы можете совершенно свою ростовку выбирать Фрирайдные твинтипы — это плюс 5-15 к росту Потому что у них два рокера, соответственно поверхность соприкосновения совсем короткая И фрирайдный пухажер с фулл рокером — это насколько вам хватит смелости Может быть вообще вот такой Так, самое вкусное мы разобрали У нас остались такие аксессуароподобные истории Это горнолыжные палки Горнолыжная палка состоит из древка, ручки, темляка, кольца и наконечника Ну и, соответственно, делится по назначению для трассового катания Это классические алюминиевые, либо карбоновые палки Спортивные Они будут жестче, тяжелее и более прочные Потому что необходимо преодолевать все те сложности, которые преодолевают спортсмены на трассе Фрирайдные, они, как правило, шире, у них шире кольца У них может отстегиваться темляк Потому что если мы катаемся во фрирайде и вдруг где-то шлепнулись Если палка зацепилась и темляк не отстегнулся, можно пожертвовать рукой целостностью ее Парковые палки, это наверняка видели, такие коротенькие Ребята сами себе их подрезают и катаются с удовольствием Мескетурные палки, как правило, они телескопические То есть вместо цельного древка у нас два или три сегмента, которые соединяются между собой с помощью колен Они могут складываться и раскладываться Собственно, это очень удобно И, собственно, для чего это нужно На спуске у нас одна длина, одна ростовка палок На подъеме у нас совершенно другая, потому что нам нужен больше упор Материал палок это алюминий Прочный, надежный Как правило, дешевле и сердите, чем карбон Карбон легче У него есть свойство, что он может ломаться Но при этом он значительно легче, из-за этого его часто выбирают Бамбук это другой вариант на тему облегчения палок И комбинированный, это когда мы хотим совместить минимальный вес, но при этом максимальную прочность Как правило, телескопические палки представлены в верхней части алюминиевая, нижняя карбоновая Спортивные палки также усиливаются карбоном Ручка тоже может быть из разных материалов Самый распространенный это резина, которая обеспечивает плотную хватку в перчатках Вы не скользите по ручке Бывают бюджетные варианты с пластиковой ручкой, она чуть хуже держит хват Бывают комбинированные, также варианты скитурные, фрирайдные, как правило, представлены в виде пены, которая не передает холод Кольца Кольца необходимы для того, чтобы палка не проваливалась в снег в процессе вашего балансирования Чем уже кольцо, тем меньше у нас вариантов для того, чтобы уехать с этими палками во фрирайд Для фрирайда нужны широкие кольца, которые будут, соответственно, препятствовать проваливанию палки внутрь снега И наконечник, он бывает стальной, он бывает тоже алюминиевый, это бюджетные варианты И он бывает карбидовый, для того, чтобы у вас было максимально четкое сцепление со снегом Так, это есть Как выбрать длину палок? Есть базовая формула, это наш рост Мы его умножаем на 0,7 и получаем какую-то среднюю непонятную цифру У меня, например, рост 175, если я умножаю свой рост на 0,7, я получаю 122,5, что-то в этом духе Шаг ростовок, как правило, идет в 5 сантиметров И, соответственно, мы находим ближайшую к нам ростовку Две, в моем случае это 120 и 125 И меряем, у нас должен быть локоть Собственно, как мы это делаем? Мы переворачиваем палку, ставим ее на ручку, берем под кольцо И в таком положении у нас должен быть совершенно прямой локоть Почему важно мерить? Потому что пропорции конечностей у всех людей разные То есть у меня 175 ростовка 175 рост, при этом ростовка палок 125 У кого-то может быть наоборот 120 Это зависит от особенностей анатомии опять-таки Горнолыжный шлем Это супер важная вещь Все катаются в шлеме? Есть кто-то, кто не катается? Ай-яй-яй Это небезопасно Горнолыжный шлем состоит из внешнего пластика Внутренней пены полистирола Внутреннего вкладыша, который прилегает к голове И застежки И опционально может быть регулировка по размеру Как правило она регулирует в диапазоне 3 см размера шлема Вентиляция, она бывает пассивная, активная, закрывается Если она закрывается, открывается Это активная вентиляция, так называется Если она не имеет заслонок, это пассивная вентиляция И дополнительная защита Дополнительная защита Это такой щепительный момент Мы его разберем чуть позже А, ну вот прямо сейчас и разберем Шлем бывает разной конструкции У нас, собственно, как я и сказала Полистирол И к нему припаян сверху пластик В случае, если у нас конструкция hardshell Внешний пластик Это пластик ABS Он стыкуется с полистиролом с помощью специальных креплений Полистирол при этом может иметь вентиляционные каналы Которые обеспечивают комфортную вентиляцию Выдув горячего воздуха И, соответственно, поступление приток свежего воздуха Есть регулировки Соответственно, если есть Вы можете сами настраивать микроклимат в шлеме Если нету, то он автоматически настраивается InMold Это другой вариант Он легче За счет того, что внешний пластик Соединяется с полистиролом Под большой температурой Пластик используется значительно тоньше И это обеспечивает заметно меньший вес При этом большую хрупкость шлема Такие шлемы получаются где-то грамм на 50-150 В зависимости от размера Легче, чем харчельные Но при этом, как я и говорю, они чуть похрупче И вариант третий Это гибрид, который пытается так же, как с многокомпонентными палками Мы хотим получить легко, но при этом устойчиво к повреждениям Как правило, в таких шлемах верхняя часть выполнена по технологии харчелл, а нижняя выполнена по технологии InMold Такие варианты сложнее в изготовлении, они, как правило, дороже Хардшельные шлемы используются, как правило, за счет того, что они чуть более надежные, чем шлемы, выполненные по конструкции InMold Они, как правило, используются в спорте То есть все спортивные шлемы выполнены по технологии харчелл Также для паркового и для фрирайдного жесткого катания используются харчельные шлемы InMold используется для детского катания Это очень важно для того, чтобы детский шлем был довольно легкий Потому что неокрепший опорно-двигательный аппарат не готов получать такую нагрузку в виде жесткого, серьезного харчельного шлема Такие же конструкции применяются в бюджетных и легких трассовых моделях И также InMold используется в скитурных, в облегченных шлемах, где откидывают вообще все ненужное, стремясь получить максимально легкий шлем Гибридный – это классический вариант для трассового катания, для того, чтобы получить максимальный комфорт Дополнительная защита представлена разными вариациями на тему Например, MIPS и что является собой MIPS MIPS – это такая тоненькая-тоненькая вкладка, которая интегрируется между внутренним лайнером подкладкой и внешним пластиком полистиролом Который обеспечивает проскальзывание внешнего, собственно, этой пены по поверхности вашей головы при наступлении удара Именно таким образом получается забрать максимально большое количество энергии и удара в процессе, если вы получили удар по касательной Это, собственно, первая история, которая стремилась защитить вас больше в процессе катания от ударов по касательной Потом сюда присоединились шлемы CP с технологией OTSA По сути, это то же самое, эластомерные крепления держат специальную подкладочку, которая также вращается Вращает полистирол по вашей голове в процессе удара И благодаря этому забирается лишняя энергия удара Amid – это технология от бренда Atomic Собственно, она представляет собой очень похожую историю Mips spherical – это мощнейший прям ответ OTSA от CP Это когда пена шлема имеет два слоя – внешний и внутренний То есть вместо того, чтобы двигалась подкладка по голове, у вас двигается одна из частей шлема И это обеспечивает еще большую защиту, потому что у вас к голове прилегает дополнительный слой пены Который еще берет на себя удар Соответственно, больше поглощает энергию удара И пена EPP вместо EPS Пена полистирола, Дима, ты помнишь, как расшифровывается EPP? Я поняла В общем, это другое 100% спасибо вам большое Такие шлемы с такой пеной Они многоразовые, скажем так То есть если пенополистирольный шлем при ударе Его надо обязательно менять, потому что структура ударопоглощающего слоя нарушается То этот шлем многоразовый, условно И такие шлемы используются в парковом катании и во фрирайдном катании Как правило, встречается сочетание Hard Shell плюс EPP История редкая, дорогая, но очень крутая Если она усилена еще EPP, то это вообще история очень здоровская и реально классно защищает Есть, есть Но, соответственно, мы выбираем горнолыжный шлем примерно так же, как и горнолыжные ботинки Самое важное, чтобы горнолыжный шлем сел по голове комфортно У них так же, как и у ботинок, грубо говоря, есть колодки И они либо подходят, либо не подходят Первое, что мы делаем, это мы измеряем окружность головы И, соответственно, у нас отсекаются все ненужные размеры Задача катания Если у нас спортивное катание, то у нас спортивный шлем с жесткими ушами Он даже имеет немного иную сертификацию, поскольку защищает нас от боковых ударов вешками по лицу Если у нас кетурный шлем, то это суперлегкий шлем Если у нас фрирайдный шлем, то, соответственно, это более защищенные истории из Hard Shell, например И уровень катания, он не так сильно влияет, но, тем не менее, тоже влияет То есть, если вы только начинаете кататься и еще не поняли, нужно вам это все или не нужно Вы можете спокойно взять бюджетную модель, которая будет вам по карману При этом будет вас действительно защищать И вы не будете переживать за то, что может что-то произойти на трайсе Оптика Есть вопросы по шлемам? Да ладно, все понятно Тогда едем дальше Оптика Самое важное в выборе оптики — это сперва выбрать шлем Сейчас расскажу, почему Маска состоит из оправы, линзы и ремешка Линзы — это самая важная часть в маске Она самая дорогая в изготовлении И, соответственно, она определяет в целом судьбу дальнейшую данной маски Линзы делятся по типу конструкции Это цилиндрические плоские линзы, сферические выпуклые и торические, которые являются таким некоторым миксом между первым и вторым типом конструкции Цилиндрические — это самая древняя конструкция линзы Она дает наименьшее количество бликов И когда-то раньше, когда сферические линзы не делали так хорошо и качественно, как их делают сейчас Была даже амалогация от Международной федерации горнолыжного спорта, которая принуждала, в общем-то, спортсменов кататься в цилиндрических однослойных линзах Для того, чтобы было минимальное количество искажений и бликов в процессе катания Чтобы они никак не могли себе навредить тем, что у них как-то плохо работает оптика Сферические выпуклые линзы при равном объеме дают больше обзора Собственно, сейчас их делают классные, они практически не бликуют, и они действительно очень оптически точные И торические — это новый вид оптики, позаимствованный, если я не ошибаюсь, из медицины Он объединяет свойства как цилиндра, так и сферы Он занимает меньше внешний объем, при этом дает максимально широкий обзор и минимальные блики и искажения Линзы также отличаются по уровню светопроницаемости Выделяются пять основных уровней Они условно называются от S0 до S4, S0 на ночь Пасмурная погода — это S1, облака — это S2, солнце — S3 и суперсильное солнце высоко в горах — это S4 Также выделяется другой вид линз Это те, которые автоматически подстраиваются под уровень затемнения, под уровень погодных условий Это фотохромные линзы То есть при появлении солнца они автоматически затемняются, при появлении облаков они рассеиваются Такие линзы работают в диапазоне ограниченном Как правило, это диапазон от 1 до 3, либо от 0 до 2, либо от 2 до 4 Также бывают более короткие диапазоны Вещь крутая, потому что она универсальная Очень важно иметь и выбирать линзу, маску с той линзы, которая подходит вам по тем погодным условиям, в которых вы предполагаете кататься Если вы катаетесь в Подмосковье, то нет необходимости брать какие-то супер яркие, сильно затемненные линзы То есть вам S1 или S2 на пасмурную погоду или на облака достаточно будет для того, чтобы кататься в Подмосковье Слишком яркого солнца у нас тут, к сожалению, не бывает Если вы катаетесь в горах, то здесь важно иметь линзу как на яркую погоду, так и на пасмурную погоду Потому что погода в горах меняется постоянно Фотохром, кстати, классно работает в этом плане, потому что вы, в принципе, имеете одну маску и забываете о том, что вам необходимо как-то подстраиваться под погоду Также бывают маски со сменными линзами Линзы могут быть в комплекте Линзы могут продаваться отдельно Тут также маски различаются между собой, легко ли меняется линза или как-то сложно Самый простой вариант — это линзы на магнитах Контраст линз — самая важная, пожалуй, опция в горнолыжных масках Все наверняка сталкивались с тем, что когда въезжаешь в молоко, не видишь примерно ничего Контрастные линзы помогают с этим справиться, помогают хотя бы как-то читать рельеф Начиналось все с поляризации, которая нейтрализует блики И на ее основе, на базе поляризации, соответственно, разные бренды разрабатывали свои решения Помимо того, что их решения нейтрализуют блики, так еще они работают с синим спектром, который, собственно, и является самым неприятным в вопросе контраста Это призма Окли, Vivid у Jira, Sigma у Solomon, HD у Atomica Раньше призм, все наверняка знают, что такое призм Была самая распространенная история, и все приходили в магазин Дайте мне, пожалуйста, суперконтрастную маску Окли с призмом Теперь очень многие бренды подтягиваются прям-прям близко по уровню контрастности своих линз к Окли И, в принципе, вы можете выбирать тот бренд, который вам нравится Важно, чтобы у него была технология на тему контраста Как выбрать маску? Сперва выбрать подходящий шлем, а потом уже под него выбирать маску В чем штука? Маски бывают разные по объему И если маска не встанет по объему под шлем Если она будет слишком большая, шлем будет сбивать ее на нос Вы не сможете дышать, это не очень приятно Если у вас маска будет слишком маленькая под шлем И у вас будет здесь зазор Он на английском языке называется Gaper Gap Зазор ореха Потому что выглядит это очень странно И, как правило, этим грешат новички Сюда задувает воздух, это не очень приятно Но и выглядит странно Ну, соответственно, да, маска вам подходит по размеру Она четко встает под шлем Она вам никак не давит Не давит вам на пазухи, на щеки, на скулы, на нос И очень важно проверить, убедиться, чтобы у вас не было зазора между маской и носом В противном случае у вас будет подниматься пар от лица Маска начнет запотевать И это очень неприятная история Потому что запотевшая маска приводит к тому Потому что мы начинаем там что-то руками ковырять А это очень плохо Потому что так мы смываем антифог, который уже нанесен на заводе На внутреннюю поверхность линзы И лучше с ним ничего не делать Шлем с визером Все видели такие штуки Почему стоит выбрать шлем с визером? У него очень классный обзор Ничего не препятствует, кроме рамок шлема Но вы их, как правило, не видите И очень удобно пользоваться, когда вы используете диоптринную оптику Если вы катаетесь с очками Для того, чтобы не беспокоиться о том, что оптика вам придавит очки на лицо Вы просто надеваете визор Прилегание нижнего края Достичь такого, чтобы не было никакого зазора, довольно сложно И это одна из причин, почему не стоит выбирать шлем с визером То есть если он вам подошел, это супер классно Если визор прилегает, это супер Если нет, то лучше Даже если вы используете диоптринную оптику Лучше обратить свое внимание в пользу маски с технологией OTG Это специальные выемки в оправе Которые позволяют надевать маску на очки И визор нельзя использовать отдельно от шлема То есть когда вы гуляете, например Или как-то проводите время Вы не можете его снять и надеть поверх шапки С масками закончили Защита тела Она представлена разными вариациями И в зависимости от типа нашего катания Нам нужны либо шорты, либо защита спины Часто она имеет интегрированную защиту ребер Вот здесь располагается Защита предплечий, голени Защита рук, которые представлены у девушки, по-моему На палках И защита лица также на шлеме Для трассового катания, как правило, используется Для трассового катания на лыжах, как правило, используется защита спины Лыжники редко падают на попу, как сноубордисты Или на колени, как правило, лыжники падают на бок И из-за этого, собственно, очень важно защитить нашу спину Что защищает спину? Ударопоглощающие специальные вставки, которые располагаются вдоль позвоночника Основная задача защиты спины – это защитить наш позвоночник Спина должна быть гибкая Она должна равномерно повторять изгибы нашего позвоночника Это достигается, во-первых, формой Которой так же, как и ботинки, так же, как и шлем Она либо вам подходит, либо не подходит Это очень важно мерить И второй момент Это достигается кроем жилета То есть тоже важно мерить Жилеты отличаются между собой по уровню защиты Если это трассовое катание, то это совсем легкий, довольно гибкий, мягкий жилет Если вы катаетесь агрессивно, то это более жесткий С более жесткими внешними вставками жилет Который защищает вас от суперсильных ударов О, мы все уже закончили Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин